Николай Березенков в военные годы был партизаном первомайского отряда. Во время слежки фрицев получил ранение, в результате которого лишился части бедра. Семь лет назад по федеральной программе помощи ветеранам ему сделали ремонт в квартире. Вот только звездка с потолка встала буграми. Поддержки от управления социальной защиты Николай Березенков не дождался. Ошибки горе-малеров по просьбе журналистов исправили студенты ангарского строительного техникума. Ребята привели в порядок кухню и ванную комнату ветерана. Сейчас у Николая Васильевича уютно, но на месте фронтовик сидеть не привык. К 75-летию Великой Победы ветеран мечтает выпустить свой сборник стихов. Участник войны готов потратить на это все свои накопления. С войны я принес что? Инвалидность, часы и фотоаппарат трофейный. А больше что я? Ну больше ничего с войны не привык. Ну память еще, всякие неурядицы, всякие, как говорится, беды. Ну помимо бед, помимо бед, как бы, как это ни странно. Но ведь и радость была военная. Радость была военная. А в чем она заключалась? Пуля мимо проскользнула. О том, что 25-летняя сирота Виктория Лизуненко с младенцем на руках проживает в развалинах, журналистам рассказали общественники. Девушка не справилась с неповоротливой бюрократической машиной и оказалась на обочине жизни вместе с маленьким сыном. Квартиру, положенную сироте по закону, до сих пор не дали. Органы опеки не поставили ее в очередь и требуют от Вики повторного сбора документов. Журналисты телеканала «Актиз» провели свое расследование и выяснили, что все нужные документы у сироты есть. Сейчас общественная организация «Благо» через прокуратуру добивается восстановления жилищных прав молодой мамы. Борьба за справедливость еще впереди, но жизнь Вики уже начала налаживаться. Неравнодушные земляки помогли переехать в отдельную комнату, нашли работу. А союз десантников Ангарска взял над маленьким Вовкой шефство. Затронуло очень сильно за мою душу, потому что молодая мама, сирота, маленький ребенок. Для нас это стало очень тяжело. Для нас тяжело очень стало, мы решили помочь. Я надеюсь, нормальные люди, никто не пошел в голову. Все обратили внимание. Ну и мы решили помочь издать Вовку подшествия по своему десантному образу. Прикличь в соцсетях. Нам помогли наши друзья из Иркутска, это актерская группа. Наш союз десантников. Наши ребята, кто помогал здесь финансами, материально. Наши друзья из Москвы, это хранители России Каширов, Владимир, которые откликнулись на это, тоже отправили деньги. В конце августа клуб 40-летней истории оказался на грани закрытия. Так получилось, что в Ангарске уникальный центр детского творчества «Радуга» оказался больше никому не нужен. Более 150 детей и педагоги 15 сентября могли оказаться на улице. Таково было решение областных чиновников. В 40 лет клуб «Радуга» располагался в стенах 36-го училища. Сейчас это техникум рекламы и промышленных технологий на правах безвозмездной аренды. Продлялась она каждые три года. В 2019-м подписывать договор не стали, видимо, потеряв интерес. К решению проблемы маленького центра с богатой историей подключилась наша телекомпания и общественность. Боевые действия продолжались больше месяца. Благодаря только вам, а благодаря нашему дорогому Анатолию Алексеевичу, который когда-то был нашим директором, который понимал и знает, насколько мы нужны, важны. Поэтому вот и всем добрым людям, которые неравнодушны к нам, к нашему творчеству, нам очень хорошо помогли. И мы все отвоевали. Все до ниточки, до иголочки. Как сказали, ничего не отдадим, так и не отдадим. Потому что это принадлежало только нам. В этой структуре мы всего два года это были. Сейчас в помещениях клуба «Радуга» полным ходом идет ремонт. Его приводят в порядок согласно требованиям пожарной безопасности. Занятия здесь пока не проводят, но планируют возобновить в самое ближайшее время. К слову, Центр прикладного творчества сейчас перешел в ведение техникума. А значит, в будущем избежит чиновничьих капризов. Проект «Здравствуй, мама» вышел в эфир нашего канала почти пять лет назад. С помощью сюжетов воспитанники социальных учреждений ищут заботливых родителей. Ищут и находят. На территории Ангарска в трех сиротских домах проживают более 70 детей. С каждым годом их число уменьшается. Ребята обретают новые семьи. Как бы хорошо детям в учреждениях не было, в любом случае каждый ребенок желает найти свою маму. Каждому ребенку необходимо тепло материнских рук, забота, внимание. И Межрайонное управление вот уже на протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с телекомпанией «Актис». В рубрике «Здравствуй, мама» местное время проходят видеосюжеты о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Благодаря этим видеосюжетам дети у нас находят семьи. Вот уже за 2019 год вышло в эфир более 16 видеосюжетов. Трое детей обрели свою семью. Я надеюсь, что и в дальнейшем у нас наше сотрудничество будет таким же активным и плодотворным. Телекомпания «Актис» сплачает. Эта фраза скоро станет крылатой. Очередное доказательство тому проект «Гранддама». Это конкурс для женщин пенсионного возраста, который проходил в программе «Новый день весной этого года». Подобный конкурс за 27 лет мы провели впервые. Участницы преобразились, нашли новые увлечения и интересных друзей. А в финале съемочный павильон светлый и просторный превратился в зрительный зал и сцену. Номинация «Грандама». Представляете, какая номинация «Грандама». Бронникова Людмила Георгиевна. Приветствуем ее. Людмила Георгиевна, 70 лет. Она врач, поэтесса, художница и рукодельница. Я бы еще от себя подметил, что шикарная женщина. Шикарная. Смотришь и глаз не отведешь. Честное слово. Пять прекрасных конкурсантов, члены жюри конкурса и организаторы до сих пор общаются в мобильной группе, дружат и ходят на праздники друг к другу. В свой день рождения мы особенно рады быть полезными. 26 мая Ангарск отметил 68-й день рождения. В этот день на центральных улицах города развернулось красочное карнавальное шествие. Власть в городе теперь у нас в руках. И мэр нам на ближайшее время не опасен. Прямую трансляцию карнавала в своем эфире вели журналисты телекомпании «Актис». Кроме этого, на главной площади Ангарска был установлен большой экран, на котором зрители могли наблюдать за праздником. Десятки сотрудников несколько часов работали в прямом эфире, делились с ангарчанами атмосферой праздника. А с экранов телевизора жители города поздравляли первые лица округа. Чудесный праздник, безусловно. Это день рождения ангарчан как таковы. Ангарчане 68 лет назад появились. И вот сегодня мы представляем очередное поколение этих замечательных людей, людей энергичных, людей позитивных, людей-созидателей, какими были наши первостроители. И, безусловно, пожелание только сохранить этот позитив, который сегодня есть, как можно надольше жить в таком ритме, как сегодня. Весны, позитива и хорошего настроения. Ангарск, поздравляю зиму рождения, желаю счастья и процветания. Веселого настроения, и чтобы все у нас сегодня получилось. Спасибо.